Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в MMORPG Tycoon 2. Ну что ж, друзья, наша игра продолжает обрастать потихонечку контентом, как и новыми подписчиками, собственно, как и новыми уровнями. Так, у нас какой-то регион перегружен периодически, сейчас бывает, я понимаю, что, скорее всего, наверное, второй, да, регион? А нет, не второй, может быть, третий? Да и не третий, неужели четвертый? Нет, первый, что ли? Угу, первый региончик у нас с вами из-за наплыва новых ребят, малинчика, перегружается периодически, но сейчас пока 700, еще 100 слотов есть, что перегружено, нормально все. Не кипишите раньше времени, так сказать, если что сервачок еще, допустим, дополнительный. Я вас понял, ладно, давайте запускаем, прям сейчас. Так, где там у нас был сервер, который нам с вами толком-то ничего не даст, конечно, но немножко, так сказать, добавит слотов 400, если не ошибаюсь. Давайте тоже, наверное, здесь сейчас соединим вот так просто. Все, пошло дело, по идее, должно было добавиться сейчас сюда в локацию у нас. Допустите, пожалуйста, меня. Так, да, 1200, но другое дело, все, теперь без проблем. У нас с вами уже 64 игрока, а тем временем шестой уровень апнули, то есть они сейчас тусуются здесь. И какой-то один, точно помню, апнули с вами седьмой аж. Где-то он здесь, наверное, уже бегает, возможно, может быть и нет. Сейчас посмотрим. Не, пока ноль написано, кстати говоря. Так, а здесь у нас с вами тоже ноль, но пока еще, видимо, просто не дошли. Пока еще не дошли до сюда и, собственно, хорошо на самом-то деле, пускай потихонечку качаются. Ну что, мы с вами продолжаем, мы с вами будем сегодня строить, собственно, новые райончики, региончики, да, открывать. Следующего уровня восьмого, получается, уже у нас с вами будет. Так, давайте-ка мы, знаете, что с вами сделаем. Мы с вами возьмем, да, седьмой уровень. Мы с вами сейчас прикупим еще один регион, вот этот будет у нас с вами восьмого. Какой-то он маленький получается, небольшой совсем, но я думаю, что нормально. Нам с вами хватит вот так вот. Замечательно. Продолжаем копить. Надеюсь, скоро будут новые обновления, чтобы мы с вами там прокачали что-нибудь еще интересненькое. Посмотрим на это все дело так. Но вот такой вот тоже прикольный грибной биомщик. Здесь получается, не знаю, что здесь прям какой-то мизерный, скорее всего, будет пункт перевалочный, да, грубо говоря. Да и, наверное, все. Что ты еще делаешь-то? Наверное, еще и все. Еще и все, ну вы поняли. Так, и я еще, знаете, что сделаю? Я, наверное, сейчас возьму прямо сразу... Давайте подготовим вот этот вот райончик. Региончик, и здесь у нас он будет девятый. Девятый, вот, да. Это девять. Здесь у нас шесть перевернута. Здесь получается девять, как шесть. Окей, хорошо. Все, открыли. Тут у нас такая, типа, какая-то зеленоватая пустыня, да, получается. Ну ладно, тогда мы с вами тоже, естественно, ворвемся. Так, пока продолжаем крутить. Я, наверное, здесь еще немножко сейчас про, собственно, пропатчим этот район. Мы с вами хотели. Добавим здесь что-нибудь, какую-нибудь заставу небольшую. Может быть, еще что-нибудь. Ну, потому что места здесь довольно много. В принципе, можно мобля разместить еще. Какие-нибудь квестгиверов поставить. Посмотрим, разберемся, короче. Вот. И сегодня, и сегодня у нас с вами, скорее всего, появится новый класс. Давайте что-нибудь придумаем пока что, да. Давайте мы с вами зайдем сюда сейчас и пойдем в классы игроков. Открываем еще один. Еще один паладин. Еще один паладин. Нет, нам еще один паладин больше не нужен, так сказать. Нам с вами нужен кто-то. Кто-то, кто-то, кто у нас с вами здесь есть. Можно, конечно, попробовать сделать хила. Типа, чем мой доктор такой. Хил будет у нас с вами, да. Как бы... Токсичный, чем мой доктор. Мне кажется, нужно потемнее, например, сделать ему такое. Вот такое вот. В принципе. Но я не уверен насчет хилищих здесь заклинаний на других. Будут ли они вешать или будут только себя хилить. Хотя должны, по идее, наверное. Все-таки. Ну, можно попробовать сделать. Чисто хила какого-нибудь, да? Что-нибудь такое. Ну, конечно, какие-нибудь атакующие скиллы у нас слабенькие у них тоже будут. Само собой, чтобы они могли сами про качество хоть чуть-чуть как-то. В основном у них все будет на хиле. Нам, кстати, еще нужны новые скиллы добавить бы классом нашим. В принципе. У нас там, конечно, какие особые скиллы уже имеются. Можно просто, так сказать, распихать, да и все. Так. У нас, получается, уже сейчас будет... Сколько у нас уровней? 7, 8, 9, да? Так. 2, 4, 6, 8 и 10. Ну, пока вот так. Нужно будет что-нибудь придумать. Сейчас какую-нибудь ветку для хила. Но тут как бы особо разнообразие-то не блещет, понятное дело. Поэтому смысла прям выдумываюсь все-все-все. Я, честно говоря, особо не вижу. Что-нибудь там придумаем. Парочку каких-нибудь хилищих. Может быть, там какие-нибудь ослабляющих, укрепляющих, наоборот. Что-нибудь такое. Ну, классно. Так и будет называться Чумной Доктор. Значит, здоровья у тебя будет сколько? Давайте подумаем. Здоровья... Ну, давайте двадцатку оставим, наверное, да. Двадцатку оставлю. Значит, ярость у тебя не нужна. У тебя будет тоже манна. Манна... Давай, наверное, 14 изначально себе сделаем. Около того. Или даже поменьше, может быть. Нет, давайте 14. Хорошо. 14. Базовая скорость 5 стандартная будет. Довольно-таки, значит, первые... Ага. А, ярость, потому что. Ну, ярости мы сейчас переделаем. Значит, первый у тебя будет просто, как обычно, удар, естественно. Самый обычнейший. Что-нибудь там, какой-нибудь... Я только, наверное, давай иконку поменяю. Что это такое? Болт какой-то непонятный. Короче, просто удар и все будет. Значит, слабенький. Да, на единичку будешь бить. Не ближний бой. Средняя дистанция. Ну, откат минимальный. Да, понятно. Магданин применения. Просто удар. Все. Просто удар. Ничего больше. Второй стартовый навык. Надо как-нибудь что-нибудь сразу, наверное, с хилом бахнуть ему. Так. Вот тут всякие разные такие штукенции есть. Ну, что у нас здесь будет? Средняя дистанция. Мана, допустим, 5. Откат 5 секунд. Пускай тоже будет... Будешь урон, здоровье. Нет. Это будет какой-нибудь хилищий. Хилищий, возможно, себя. Стреление со временем. Вот и стреление со временем можно, конечно. Лечение. Так, стреление со временем. Давайте такое, типа, знаете, защищать на... Слабенькая защита будет, но так или иначе будет 10% на 5 секундочек. И плюс восстановление хп со временем. Наверное, мы тебе тоже сюда добавим. Так. Лечение. Не, не лечение. Нам именно со временем пускай восстанавливают потихонечку тоже. Так. Стреление со временем. Здоровье, значит. Ну, там у нас... Паладина 30 минимально, по-моему, 12 или 14 хп. Да, у кого-то было. Ну, допустим... Допустим, 7 на первом уровне будет хилищить за... За сколько? За 5 секунд, например. Ну, я думаю, пойдет, в принципе. Так, такой начальный хилл, типа, хотя довольно, на самом-то, дельно мощный получается. Может быть, стоит даже за дратаманов. Ну, ладно, пока ставим. Значит, третья атака у тебя будет что? Ну, так как это все-таки такой, знаете, типа, чумной доктор, все-таки, да, хоть он и хилл будет, но будет, наверное, с какими-нибудь дебафами тоже для врагов. Типа, выкачивание здоровья плюс ослабление. Что-нибудь такое, можно жахнуть. Так, выкачивание ослабить. Значит, ослабление давайте на 20% повесим. Здесь на... Ну, тоже на 8 секунд долго, конечно, получается. На 5 секунд хотя бы вот так. Выкачивание здоровья. Значит, здесь у нас будет... Давайте, наверное, 8 выкачивания здоровья поставим. Вот так вот. Тоже средняя дистанция, соответственно. Будет откат 10 секунд поставим. Так, ну, это ладно. Окей, допустим. Все меня, в принципе, устраивает. Это у нас на уровне втором открывается. На четвертом уровне. Какая прям хорошая иконка, мне нравится. Допустим, за 4 маны будет, значит, откат тоже какой-нибудь... Ну, небольшой. Сделаем 5 секундочек, пускай вы что-то тоже не спамил им. За 4 маны будет урон со временем происходить. И какой-нибудь еще и дебаф на цель будет вешать тоже. Так, что здесь такого можно взять? Давайте так сделаем. Давайте замедление, короче говоря. Сейчас мы поставим опять. Где замедление? А, вот медленное, значит, получается. И добавим, короче, еще, знаете что? Ослабление еще вдобавок сюда к всему. Ослабить. Причем ослабление будет не хреновое такое на 50%. Но недолгое, на секундочке, наверное, на 3 поставим. Так, 3 секунды ослабления. Замедление на 6 секунд поставим. И урон с течением времени. Надо, наверное, все-таки затраты маны увеличить на этот скилл. Что-то он слишком жесткий получается. Давайте 7 пока сделаем. Значит, урон с течением времени за сколько у нас там? Давайте за 10 секунд у нас будет съедаться. Точнее, не у нас, а у врага будет съедаться. Ну, 15 здоровья, например. Ну, это прям супер жестко, конечно. Очень жестко. Также средняя дистанция получается. Так. Следующий скилл у него будет. Можно на пятом уровне какой-нибудь протектом открыть. На себя, например, да? Шестой уровень. Ну, давайте посмотрим, что здесь можно так придумать такого. Можно что-то, кстати говоря, на заряд маны какой-нибудь баф, да, сделать. Заряд маны с течением времени. Так, допустим, добавляем это. Допустим, добавляем защиту сюда. И баф будет довольно жесткий такой, знаете, на секунд 20. Или, наверное, 20. Давайте 10 поставим, да? 20 слишком что-то долго получается. Секунд 10. Значит, заряд маны с течением времени. За 10 секунд будет восполняться 20 маны. Защита будет на 40 увеличена процентов. Стоить это все будет, кстати говоря, не так уж и дорого. Всего лишь 2 маны. Но при этом, при этом откат этого скилла будет 60 секунд. Я вот что думаю. Надеюсь же он не будет кастоваться на мобьё. По идее, наверное, не должен. Может быть. Можно, конечно, поставить только на себя. Но я делаю его в надежде на то, что он будет кого-то бафать. Ну, посмотрим, как он будет действовать на пятом уровне. Или какой там шестой уровень, да, получается уже. Шестой уровень. Так. Ну, допустим, мы на шестой... Ой, точнее, уже на восьмом уровне. У них что-нибудь тоже еще будет открываться. Например, просто лечение самое обычное. Там просто сразу на, не знаю, на 30 хп, допустим. На тридцаточку. За... Так, за... А, это причем 30 это будет на первом уровне. То есть здесь еще будет больше. Гораздо хил идти на этом-то на восьмом уровне. Это, наверное, не стоит так много делать. Хотя это прям фулл хп получается у нашего паладина от хивиса. Жесть. Ну, давайте чуть поменьше сделаем. Двадцатку тогда поставим. В общем, дойдет еще до этого, так сказать, до кондиции. И стоить это будет у нас... Ну, это будет дорогой довольно хил такой, чисто жесткий. Довольно дорогой. Значит, изначально 14 маны у них, да? Ну, наверное, маны 10 пускай это стоит изначально. Средняя дистанция тоже. Ну, что ж, такой вот набор навыков у него получается. Ну, посмотрим, что из этого нашего чумного доктора получится. Скорее всего, сейчас скажу, что понерфить. Что-то он какой-то совсем уж... ОПшный здоровье довольно много получается, да? И... Давайте, наверное, здоровье поменьше сделаем. Это единичек 18. Наставим пока что, там посмотрим. Ну, а так или иначе, хилл появляется у нас в игре вот таким вот образом. И, в принципе, есть чем побить, есть чем защититься. И бафы даже есть какие-то. Ну, даже довольно такой, знаете, разноплановый класс получается. Ну, что, ждем тогда появления этого класса у нас здесь. Я думаю, что в скором времени здесь кто-нибудь обязательно появится, за него поиграть захочет. Ну, а пока мы с вами опять же ждем, когда кто-то прокачается. Так, у нас здесь уже говорят построить в новых локациях всякие штуки, но оно непонятно. Поэтому мы с вами, давайте, наверное, сюда и пойдем тогда. Так, через горы сразу в грибы. Куда-нибудь по грибы. Так. Аккуратненько давайте здесь дорожку сделаем. Так, нормально, все хорошо. И сейчас мы с вами для начала просто дороги хотя бы проведем в пустые локации совершенно, но... Будем это потихонечку изменять. Так, здесь через грибы у нас проход будет здесь. Так, интересно, здесь она проведется. Вообще, довольно много гор так-то получается. Ну, и сейчас мы с вами это выяснимем... Нет, скорее всего... Скорее всего, будет плотно довольно, да? Ну-ка. Мы здесь не сможем с вами сделать, скорее всего, ничего. Сейчас проверю. А, нет, можем, слушайте. Ну и хорошо. Можем и прекрасно, и замечательно тогда. Так. Давайте около деревца как-нибудь здесь проведу. Сюда. Коя-нибудь дорожка будет уходить у нас с вами еще, наверное, сюда тоже ответвление сделаем. Сразу, чтобы здесь ребятки тоже могли пробраться у нас в случае чего. Ну, давайте сразу еще один регион купим. Так, у нас с вами здесь, получается, 10-й уже уровень будет. Нифига себе, вау. 10-й уровень есть. Так, это, получается, 11-й будет. Это будет 12-й. Потом с 12-го уровня они будут переходить сюда уже. Здесь у нас, возможно, тоже будет 12-й. Так сказать, чтобы они могли спокойно перебрасываться здесь, почилить, что-нибудь поделать сразу. Там уже 13-й, там 14-й. Жесть, там, конечно, огромный архипелаг. Так, ну ладно. Ладно, хорошо, 10-й пока есть. И замечательно. Значит, нам с вами нужно сразу тоже дороги туда сделать. Давайте этим займемся. Ну, ты что-то как-то прилипаешь не так, как я хочу, конечно. Само собой. Так, а если чуть подальше здесь сделаю, нормально будет? Прилипнешь. Не, не прилипает. Так, ну ладно, здесь проход сделали, в принципе, тоже. Такс, и давайте теперь думать, что с локациями будем делать. У нас там денег 684 тысячи. Неплохо. Так, ну, ребят, у нас уже 35 тысяч скоро будет. 2 тысячи онлайна. Это вроде как все-то размещательно. Хорошо. Что ж, давайте думать, что... Да что тут, собственно, думает опять? Тут, в принципе, то же самое пока, что все у нас получается. Здесь будет просто какой-нибудь городочек. Можно даже прибрежный, кстати, сделать какой-нибудь. Грибаной такой прикольный. Так, ну давайте. Давайте у нас маяк будет здесь находиться в этом городке. Опять же, да? Естественно, как достопримечательность. Естественно, у нас с вами здесь будет точка воскрешения где-нибудь. Ну, здесь, к примеру, стоять. Дальше нам с вами нужно здесь всякие магазины поставить, как обычно. Так, где-то наш это вот. Давайте. Гостиницы поставим. Гостиницы, штучки, наверное, три здесь сразу сделаем, чтобы потом побольше людей смогло здесь поселиться. Так, раз, два. Где-нибудь, наверное, хочу на пляже сделать. Не выравнивай сильно. Они нормально, все хорошо. Три гостиницы есть. Этого, в принципе, хватит. Так, таверну тоже. Давайте прибрежную. Так, можно здесь рядышком поставить тебя? Ну, ладно, сойдет. Хорошо. Конечно, выровняла жесть. Ну, да ничего. Так, здесь еще одну поставим. Далее у нас с вами что? Дальше магазины всякие начинаются. Магазины, магазины, магазины. Так, жуткий кузнец не хочу. Вот, прибрежная кузнец нам с вами тоже нужна. Опять же, цена будет, конечно, здесь жуткая буквально. Но, ну, две поставим сейчас. Одна донатерская, а другая как бы за золото. И цены все-таки мы, наверное, с вами переделаем. Потому что что-то как-то у нас там... Я думал, что можно будет огромные суммы делать, цифры. Но, к сожалению, видимо, нет. Так. Магазинчик зелий. Еще давайте здесь водрузим. Где-нибудь рядом с маяком пускай будет находиться. Так, и магазинчики, где они смогут продавать всякое разное свое добро, чтобы получить за это тоже деньги, естественно. Подфармить таким образом золотишко. Где-нибудь еще один добавлю. В принципе-то и хватит, я думаю, этого добра. Так, что у нас с вами здесь будет по защите? Ну, можно даже было бы, наверное, какую-нибудь стенку, типа, сделать здесь. Изобразить, почему нет, в общем-то. Так, а ну-ка, мы можем прямо из воды? Да, можем, конечно. Грибной лес. Значит, мы с вами, знаете, как сделаем? Мы с вами сделаем вот так сейчас. Так, у нас здесь будет проход в грибной лес. Там будут какие-нибудь монстрики жить. Поживать. И, как говорится, чего-нибудь там себе наживать. Здесь давайте так, сюда. Значит, у нас здесь дорога будет. В эту сторону пойдет, да, где-нибудь. Ну, и здесь, соответственно, будет куда-нибудь сюда уходить. У нас вот так вот. Протиснется ли здесь дорога? Давайте посмотрим. Я думаю, что протиснется. Да, легко вообще проходит. Замечательно. Прекрасно. Это у нас все будет сюда идти, уходить. Куда-нибудь туда в лес. Так, здесь давайте с этой стороны тоже что-нибудь такое вот придумаем. И куда-то нам это с вами нужно деть. Я думаю, что мы с вами сейчас пораньше начнем заворачивать. Да, вот здесь. Будет еще один обходной такой у нас путь. Что-то пересекает. Другой путь. Ну, так правильно, пересекай. Ну, так в смысле? Я так и хочу. В чем дело эта игра? Почему ты не хочешь мне отсюда соединять? А, я знаю, почему. Потому что у нас здесь типа это горная грядаута идет. Ладно, давайте так что-то как-нибудь прилепим. Так, я тогда сейчас это удалю все нафиг. И сейчас где-нибудь прилепляется. Здесь, да? Ну, давай. Отсюда сейчас поведем просто в другую сторону и нормас будет. Во, хорошо. Так, сюда давай. И здесь тоже вот как-нибудь вот так. Ну, такой городок не супер большой будет получаться, но что-то в нем, собственно, есть. Так, давайте сейчас пока с монстрами еще разберемся, кто у нас будет тусоваться здесь в грибах. В грибах у нас с вами будут тусоваться да, наверное, пауки? Или крокодилов можно дать крокодилов. Сделаем так в грибах вот там где-нибудь. Пускай тусуются, короче говоря. Расположим их. Значит так. Дальше здесь у нас будут кобальды, которые будут мешаться как раз-таки. С ними нужно будет разбираться, естественно. Здесь немножко паучков. Прямо здесь. здесь еще немножко крокодильчиков давайте добавим. Уже, уже побежал сюда кто-то. Ничего себе. Ну ты даешь, друг. Да подожди, там еще ничего не работает. Погоди секундочку, пожалуйста. Кто-то такой у нас. Подожди, подожди. Волшебник. Окей, тот, видимо, кто вкачался уже до этого уровня. Значит, здесь у нас с вами тоже будут, наверное, кобальды тусоваться вот тут. Хорошее местечко для них. Можно сразу им старшего кобальда здесь назначить еще. Почему не так? Крокодильчик тоже давайте где-нибудь здесь определим. Так, у нас обычные ребята всякие будут. Да, в принципе, наверное, их хватит здесь. Локация не шибко большая, но с квестами что-нибудь придумаем с вами. Типа там просто побольше их поставим. Они же там сами распределятся, где там что поглазеть надо, где еще посмотреть и так далее, там подобное. Значит, по декорациям. что-нибудь придумаем сейчас тоже опять, чтобы здесь какая-то защита была у нас, да, как обычно. Городская. Ну, я думаю, сейчас тоже сразу защитников поставим. здесь будут люди. Люди на блюде. Так, воины тусоваться будут, защищать все это дело от местных, так сказать. Если еще здесь надо будет тоже сейчас кем-нибудь сделать, кстати, вот про это место забыл сейчас. Давайте мы с вами пойдем опять сюда тогда и здесь сейчас тоже всякого разного накрутим. Так, ну, просто тоже парочку вот таких вот заграждений, в принципе, поставим. От крокодильчиков, да? Я думаю, этого будет достаточно. Так, тоже здесь воины. Ничего такого, просто воины и все. Так, пару охранников в городе для разных мест, так сказать. На всякий пожарный случай. Для оживленности пускай будет, да? Во, все, значит, квест гирен. Учителя, 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 ну, давайте тоже поставим. Так, во-первых, чумного доктора нужно везде расположить. Теперь, кстати говоря, вообще городах давайте тоже сделаем. Так, сюда давайте, здесь где-нибудь пускай находится. Вот здесь, например, стоит. Здесь у нас в этом городке будет вот тут он, тусоваться с остальными, хотел бы я сказать, но здесь, по-моему, никого уже нет. У нас здесь третья локация, да, тут у нас уровни не апаются. Так, да, здесь сейчас давайте поставим еще одного с этой стороны. Плюс у нас учителя, по-моему, здесь были, да? Или не? Да, здесь тоже они были. Здесь пускай тусуются. Так, здесь у нас в город идет, естественно, куда же мы еще пойти, если не в город. Здесь пускай находится. Так, тут у нас в эльфийском городе тоже где-нибудь вот здесь на площади поставим его, но здесь в дворфийском городе тоже сейчас найдем местечко, где не выпуска здесь тусуются. Так, ну и здесь мы с вами сейчас всех поставим. Расположим, так сказать, они у нас с вами будут вот здесь, в этой части. Давайте энты, давайте войны, давайте паладины, давайте волшебники, давайте барды, давайте доктора как раз таки. Здесь находиться будут они все, ладненько. Квест гиверы теперь у нас пошли, значит, да? Как раз квест чумного доктора здесь будет начинаться у нас, где-нибудь около лавки с настойками тусуется, что ты будешь у нас сделать? Так, область кобальды, крокодила, да? Ты сразу такой у нас воистый получаешь, сразу туда-сюда. Давай так мы тебе сейчас сделаем. Первый квест у тебя будет сходить в лавку за зельями, ты же все-таки доктор, так сказать. Вот сюда. Сходить в магазин и пополнить запас зель и вернуться ко мне. Все, да, правильно. Дальше. Крокодила. Дальше ты будешь посылать, нет, не крокодилам, ты будешь посылать вот к этим крокодилам в лес собрать специальные грибы для твоих изделий, ты же типа доктор, на все дела. Поэтому мы тебя отсылаем вот сюда, в эту сторону. Пять штук убиваете, идете сюда к нам. Вот, а потом нужно будет сходить вот к этому товарищу и, собственно, разобраться с ним и с него чем-нибудь там, какую-нибудь определенную штуку тоже полезную выбить. Все. Ну и пока так, еще, знаете, парочку квест-гейлеров поставил, чтобы просто были. Так, здесь на пути ничего не будем ставить с вами, пускай как есть, так и есть. Окей, хорошо. Так, ну пока что хватит, там хотя бы хоть какой-то контент у нас в этой части уже будет и замечательно. Теперь, значит, мы с вами здесь сеть давайте распределим. Что у нас по сети, по сетке будет. По сетке у нас будет примерно следующее. Сейчас здесь поставим в городе. У нас будет питать вот этих ребят. Вот так сделаем, да? И еще один узел здесь где-нибудь. Положим его тоже, давай, ты у нас идешь. В смысле? Возьми давай. Вот, пойдешь в эту сторону, собственно, и этих запитаешь. Вот так, в принципе, наверное, и все. Ну опять же, такая небольшая локация, довольно-таки проходная получается, но так или иначе городочек здесь такой будет. Все, подключение пошло, отлично. Я даже здесь никаких, наверное, декораций ставить особо не буду. Ну просто такой вот небольшой, маленький. Тут мне кажется, даже особо никуда здание-то не поместится. Как есть, так и есть. Все, ладненько, заработало все. Можете брать очковыстики, собственно... Стоп, не-не-не, не можете, подождите, я тут цены настроил, нифига. Не можете, не можете, значит, нам надо в кузнице цены настроить сразу, да? 2400. Ну, типа пока тоже 99 сделаем. За золото. Так, а вот донатерская будет у нас с вами здесь? Ну да, да-да-да, вторая будет донатерская. Так, а вот донатерскую мы с вами сделаем... Сколько там у меня стоило в последний раз? 119 или сколько здесь, не помню. Да, 119 денег, но здесь давайте, блин, это уже дофига, на самом деле, получается. Так, здесь у нас с вами будет 149, чем-то такое. Так, настоящие деньги, вот так. Ну и опять же, так как у нас с вами всякие разные новые локации открываются, давайте все-таки, наверное, ценники немножко пересмотрим в кузницах наших, да? То есть здесь у нас изначально стоит 30-ку. 30-ка нормальная, 30-ка здесь легко с 3 квеста сделал, все, у тебя 30-ка есть, пошел, купил и так далее. Это нормально, в принципе. Дальше у нас с вами здесь 90 стоит, можно сделать 60, в принципе, не в 3 раза, а в 2 раза дороже, везде типа, будет потихонечку цена увеличиваться. Хотя, знаете, в общем-то, игроки довольно не против таких цен, собственно, покупают вообще за милую душу и нормально все у них, поэтому я, наверное, пока цен не буду менять, просто здесь у нас пойдут такие уже предельные цены по 9-9-9-9-9, посмотрим, будут ли покупать здесь, да я думаю, что будут, а куда они денутся-то, может быть, вот правда донатеры собственно появятся, у нас ими тоже будут здесь затариваться, так что, в принципе, как вариант, оставим пока что так. Так что, ну ладненько, здесь в принципе тоже локацию сделали, квестики есть, не так как здесь, правда много, здесь у нас всего 11 квестов, но их и не так много нужно выполнить на самом-то деле, так что, думаю, все нормально будет. Так, заявки в техподдержку пока что справляются, отчеты об ошибках тоже справляются, ребята, все молодцы, 36 тысяч тем временем, что у нас там по рекламным кампаниям давайте посмотрим. Так, рекламные кампаниями интересуют наши рекламы. Осталось не, а сейчас заканчиваться уже будет, нифига себе, у нас столько людей приволокли, балдеж. А, ну и конечно же, собственно, как мы с вами здесь без полета-то, да? Так, полет у нас значит идет вот отсюда, тоже из города пойдет. Пойдет, дотянешься, да, дотянется, куда денется. Пойдешь куда-нибудь сюда. Давайте здесь поставим вот тут. Все, будете сюда тоже приземляться, отлично. И мы с вами здесь еще в гостиницах сцены тоже не назначили, значит, нет, не 32, здесь уже два игрока живет, ничего себе. Не 32, не 32, сколько у нас здесь? 54, то есть здесь уже 128 получается. Ну что, давайте немножко назад все-таки вернемся сюда, да, в пустыню локацию, это у нас пятый уровень получается, да, локация. И добавим что-нибудь здесь, этого места довольно-таки много получается. Но опять же, какой-нибудь лагерь, типа, знаете, торговый можно сделать. Я думаю, да, я думаю, так и поставим здесь, прям такой большой лагерь будет торговый. Много палаток, костер, ящики всякие, заграждения, здесь у нас еще какие-нибудь монстры появятся. Так, монстры у нас с вами здесь какие-то появятся. Давайте-ка, знаете, что мы с вами, давайте мы с вами здесь носороги у нас с вами, пауков нет, точнее есть, но маловато, пауки у нас с вами здесь будут, которые будут потихонечку к себе тут иногда периодически что-нибудь утаскивать. Типа там, найти ящиков какие-нибудь, повозки там будут тащить. Вот это вот все так раскидаем здесь по пустыне, чтобы немножко видимости создать. Такой вот лагерь, здесь всякие разные палатки будут у нас с вами находиться. Так, давайте декорации опять же добавим сейчас для антуражика, скажем так, да, тоже все это у нас с вами будет огорожено, загорожено, естественно. Так, туда, сюда у нас с вами даже будет, наверное, дорога вести в лагерь, я думаю, да, почему нет. Вот здесь вот так мы с вами сделаем. Вот так соединим. Так, вот так, вот так сказать, небольшая тоже линия обороны, чтобы здесь мопчики прям сразу же не набегали. И здесь какими-то защитными, ну, как у нас с вами здесь разные, конечно, непоси будут стоять, само собой. Так, у нас здесь и эльфы будут, наверное, думаю, да, давайте здесь, типа, их повозочка будет. Так, где там они у нас, вот они здесь есть. Будут охранять свое добро. Так, у нас здесь и орки тоже будут, естественно. Короче, всяких разных здесь, собственно, у нас людей, человеков, и не только будет так. Ну, и здесь тоже каких-нибудь поставим. Ребята, которые будут все это дело охранять. Так, давайте там паладин даже здесь будет всем этим командовать делом. Вояки, так, ну, немножко декорации еще добавим. Сейчас с вами сюда, я думаю, да, вот так как-нибудь еще для пущей, так сказать, уверенности, что сюда никто не пробежит просто так. Так, что у нас здесь еще? Давайте костры какие-нибудь здесь бахнем. Здесь всякие разные косточки можно тоже добавить. Ну, я думаю, здесь и точку респауна тоже поставим. Чего уж там. Чтобы наши ребятки не бегали за 3-3 миль в случае чего, да? Так, какую мы с вами здесь бахнем? Военную? Жутко. Ну, наверное, лесную, обычную самую поставим. Так, она у нас будет своими тут находиться. Чуть-чуть поодаль, так сказать, позади. Всего этого дела. Ну, и, собственно, ребятки, которые будут раздавать чековые стики. Так, давайте там каких-нибудь волшебников парочку поставим. Военного какой-нибудь квестик будет. Ну, так, здесь немного их прям будет. Ну, вот я думаю, трое хватит. Ну, у них здесь и к паукам есть, есть и, собственно, какие-нибудь посмотреть, что-нибудь так, что, в принципе, нормально, я думаю. Оставим, как есть. Так, а еще бы я хотел добавить здесь попробовать какие-то. Может быть, камни таких побольше? Маленькие, чуть-чуть выше бы хотелось. Так сказать, тоже обозначить местность, да? У нас здесь слишком, вот так уже, уже как-то получится, слишком пусто было. Сейчас нормально, в принципе. Так, ну-ка, поместишься, не обещаю, что-то здесь мы поставим. Еще один кактусик, в принципе, да и все, и хватит. Да, вот, пожалуйста, еще у нас с вами здесь небольшой лагерь появился. Так, что спасите здесь? Ничего хорошего. Сейчас мы с вами сделаем. Близко есть, так сказать, раздаточный пункт у нас с вами, да, и сюда тоже давайте вот так. Все, в принципе, должно быть в рабочем состоянии. Обнову вышло, кстати, как раз таки, давайте. Так, продвижение, тематика исследования, социализация, достижение добычи, ну давайте, наверное, к пиару, то еще бахнем сейчас. Все, выпускаем. Следующая версия нашей игры, и, пожалуйста, так сказать, заходите, играйте, наслаждайтесь вот это все. Мопчики запустились. Класс, да, ну и хорошо. Здесь можно побольше носорогов сделать, либо добавить кого-нибудь еще, в принципе. Так, что у нас тут получается? Пауки, пауки, ну давайте тут тоже немножко пауков еще добавим. Так, вокруг лагеря, типа, буду, знаете, ошиваться немножко. Все, замечательно. Так, ну, туда, тут довольно много, мы объявим довольно много квестов в этой локации, сколько их получается? 38 квестов, прям дело не хочу. Дело не хочу, апайся, и переходить, так сказать, в следующую локацию после этого. Какой же у нас с вами стал, так сказать, оживленный город мертвых? Ну, тут прям, и правда, довольно много уже в этой локации народ тусуется, целых 500 человек почти онлайн у нас, и жители, кстати говоря, почти все заполнили гостиницы, здесь имеющиеся, так что, я бы, наверное, где-нибудь добавил бы, может быть, даже у Кобальдова здесь еще одну гостиницу все-таки поставил, чтобы ребятки здесь могли тоже поживать, тут у них тоже довольно-таки, так сказать, живенько все происходит. Так, гостиница мне нужна, тогда давайте, какую мы с вами здесь поставим, да какую-нибудь, можно жуткую, конечно, нет, давайте просто маленькую, просто маленькую гостиницу, дополнительно, так сказать. Так, и что у нас там по ценнику здесь в этом же регионе, я не помню, естественно, сейчас посмотрим, так, нет, не ноль точно будет, цена у нас с вами здесь небольшая, восемь, да, всего лишь восемь, ну, так или иначе. Ну, я смотрю, доктора потихонечку появляются у нас с вами здесь, это хорошо, это радует, так, 18, 14 маны, инвентарь, ну, понятно, только начал свое путешествие, так, зато уже вещи на продажу есть, ну, то есть, с мапсами он, скорее всего, справляется вообще на ура, есть у меня такое подозрение, да, так, ну, надеюсь, прям практически сейчас все в пати здесь бегают, давайте-ка мы, наверное, опробуем, сейчас где-нибудь зацепим, давайте, может быть, и там найдем, если, конечно, здесь кто-то есть, но здесь дофига народу на самом деле, так, мне нужен доктор, желательно без пачки, то в пачку, о, стой, стоять, ты у нас какой уровень сейчас, ты у нас второй уровень, ну, давай мы это немножечко поуправляем, иди сюда, так, и у тебя новых скиллов пока что нету, но вот этот скил, он на отхил, да, защита и восстановление здоровья, угу, типа на себя вешаешь, допустим, если есть, я никого не буду выбирать, да, ну-ка я прожимаю, и он, да, он бафает сам себя, окей, и потом просто подходит к пауку, ну, у пауков здоровья-то нет почти, поэтому, довольно легко с ними справиться, конечно, вообще не надо, сагрился даже, но бард, как видите, раскидал легчайше, давайте мы подхилим немножко его, бум, во, помогли, смотрите-ка, отлично, так, паучок, иди сюда, сейчас будем с тобой драться, сагрился, сагрился, а, мы здесь не можем урезнуть его, да, потому что он уже возродился там, скорее всего, что-то странно, какой-то урон не особо проходит пауку, с дочками еще одного, так, ну, спать идешь, нет, или один идешь, один идешь, ну-ка, давай, стоять, пойдем, тоже второй уровень, так, паук, что там у тебя, 6 здоровья, ну, 6 здоровья, мы должны жахнуть по тебе, 5 здоровья, так, 4 здоровья, 3 здоровья, вот почему-то сейчас опять урон не проходит, что за фигня, потому что он типа нас бьет, или потому что мы, типа близко слишком к нему, то есть это типа так здесь скиллы работают, если скилл дальнего действия, то если ты подходишь ближе, он не работает, или как-то странно, короче, это было, сейчас, ну, ну, но, и в любом случае, я думаю, что здесь сейчас у них проблем особо нету, поскольку они все-таки как-то апаются, за счет квестов, конечно, потому что с вами сейчас квест опять же дает буст, так, ну-ка, подожди, попробуем еще раз с тобой, немножко поправляюсь, хорош, набрать квесты, пойдем, второй уровень, но опять же, немножко там с вами неудобно добавить самого себя, потому что нужно делать вот так, вот так, и потом типа идти вот сюда, бить пауков, так, у нас с вами там защита висит, и опять, как видите, урон не проходит, еще за фигня, так, так, давай-ка пробавимся немножко, урон реально не проходит, мы бьем по нему, ему вообще все равно, это очень странная игра, мне кто-нибудь поможет, может быть, возможно, кто-нибудь поможет, нет, или поможет кто-нибудь, ну ладно, мы здесь недалеко, от точки возрождения, это, это странно, конечно, как-то, ну да ладно, я думаю, что они молодцы, они справятся, собственно, без нас, и все будет нехорошо, если что, конечно, если совсем его будет плохо, посмотрим, что там по требованиям будет, если их будет мало, возможно, как-нибудь проапаем, еще, не знаю, побольше хпс делаем, в общем, разберемся, или урона добавим тоже, вот, ну что, друзья, на сегодня мы с вами будем заканчивать, спасибо за просмотр, не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик, мы с вами, как всегда, увидимся, всем до скорого, и пока-пока.